Продолжение следует... В конце занятия вы будете знать правила деления трехзначного круглого числа на двухзначное круглое число, уметь делить трехзначное круглое число на двузначное круглое число, используя правила. Запишите в тетрадь пример 120 разделить на 40. Для того, чтобы выполнить деление, необходимо определить общее количество десятков в каждом числе. Сколько всего десятков в числе 120? Правильно, 12 десятков. Сколько десятков в числе 40? Верно, 4 десятка. Фактически вам необходимо разделить число 12 на 4. Это табличный способ деления. Сколько будет 12 разделить на 4? Правильно, 3. Значит, 120 разделить на 40 – это 3. Пример решен. Запишите в тетрадь следующий пример 420 разделить на 20. Для того, чтобы выполнить деление, необходимо определить общее количество десятков в каждом числе. Поставьте на паузу, определите и запишите. Проверьте свою запись. 42 десятка разделить на 2 десятка. Фактически вам необходимо разделить число 42 на 2. Поставьте на паузу, выполните деление. Кто при делении получил число 21, тот все выполнил верно. Кто не смог самостоятельно разделить, выполним вместе. Для этого представим число 42 в виде суммы разрядных слагаемых. Это 40 и 2. Разделим каждое слагаемое на 2. 40 разделить на 2 – это 20. 2 разделить на 2 – это 1. 20 плюс 1 – получили 21. Значит, 420 разделить на 20 – это 21. Пример решен. Запишите в тетрадь следующий пример 510 разделить на 30. Поставьте на паузу, выполните деление. Кто при делении получил число 17, тот деление выполнил верно. Кто не смог самостоятельно справиться, выполнил вместе. Определим общее количество десятков в каждом числе. 51 десяток разделить на 3 десятка. Представим число 51 в виде удобных слагаемых. Это 30 и 21. Разделим 30 на 3 – получим 10. 21 разделим на 3 – получим 7. 10 плюс 7 – это 17. Значит, 510 разделить на 30 – это 17. Вы научились делить круглые трехзначные числа на круглые трехзначные числа. Для закрепления изученного материала выполните предложенное задание. Продолжение следует...